Друзья, всем привет! С вами канал ОМАИ СТЕРЕОТИПА и меня зовут Александр Гуляев. Сегодня я хотел познакомить вас с замечательным человеком, этот Пётр. Пётр восходил со мной на Эльбрус и, в отличие от меня, естественно, взошёл. Вообще, в нашей группе Пётр, наверное, был самым опытным администом. И вроде бы, учитывая возраст 66 лет, это весьма логично. Пётр был на многих левшинах, в том числе на семидычниках. Но во сколько ты начал заниматься альбинизмом? Я начал заниматься альбинизмом с 13-го года, то есть когда мне было 59 лет. В 59 лет, что может подвигнуть человека в 59 лет и заняться, ну, там, весьма таким тяжёлым и опасным видом спорта? Ну, наверное, там, исходило из того, что я любил путешествовать. Я занимался до этого, там, какими-то видами спорта популярными, типа, беговых лыж, горных лыж. И уже до гор, как бы, добрался. Только нужно было, ну, это была стартовая площадка, чтобы я туда шёл выше-выше, что, естественно, для нормального развития. И первая гора, на которой я там собрался, была Белуха. Собирался я очень долго, там, три года. То средства, то отпуск, то работа и вот это всё, когда совпало. Было так, что до 13-го года, там, в 12-м году я связываюсь с какой-то фирмой туристической, и они говорят, да вот у тебя нет опыта, лучше тебе куда-то сходить на маленькую горку, научиться чему-то. Ну, и потом, через год опять попробовал, и с этого всё началось. Давай поясним нашим некоторым неискушенным зрителям. Горая Белуха, на самом деле, считается далеко не самой лёгкой в России, да, это 4b? Нет, это 3, у нас, по-моему, 3a было. Сложность 3a, ну, там, любая гора, она, как бы, мы, горы, как бы, немного в дух, как бы, живое существо для нас, она. Вот, и мы очень трепетно к ним относимся. То есть, гора может пустить человека, может не пустить человека. Угу. Смотри, мне очень многие люди пишут сообщения, и общий наслой канал звучит примерно так. Мне, там, 40 лет, условно скажем, я хочу сменить его деятельности, но считаю, что мне уже поздно. Что ты можешь на основе своего опыта сказать, потому что ты, там, 60 лет начал заниматься анкенизмом? Можно задаться целью, поставить себе какие-то задачи и идти к этой цели. Ну, то есть, не нужно смотреть на свой возраст, сколько бы лет ни было. Ну, понял, понял? Ну, если это, как бы, потребность, что ты, вот, хочешь, то не нужно. Для меня альпинизм это такой рычаг, который подобен, как у барона Мюнхгаузена, сам себя вытаскиваешь за волосы из болота поседневности. Застоя, рутины этих всех, там, надоевших дел, которые ты делаешь, там, годами. И вот за счет вот этого ты вылазишь куда-то туда и абстрагируешься от этого. Ну, на самом деле, у всех свои подобные рычаги, думаю, есть. Но, наверное, главная мысль тогда, тебе просто было скучно, да, получается? Нет, это тоже присутствует. Ну, да. В принципе, мне кажется, что это весьма стандартная мысль за достижение каких-либо результатов, что мы были. Вот это вот вытаскивание себя из чего-то. Мне кажется, что большинство людей есть потребность в этом вытаскивании себя на волосы чаще всего. И очень круто, что люди вытаскивают себя при помощи таких крутых вещей, как, допустим, альпинизм или скоролазие просто. Есть же гораздо других, много альтернативных способов, которые, на самом деле, могут тебя затолкнуть еще дальше. И альпинизм для меня, значит, я могу сорваться там, но, несколько раз в год в лучшем случае. Вот. Но чтобы быть там в форме, человек должен тренироваться. А чтобы тренироваться, ну, то есть на любой территории везде можно найти какое-нибудь дерево залезть, скалок, куда можно залезть, там бегать, прыгать и так далее. Ну, а вообще, ты регулярно, круглый год ты занимаешься спортом, да, это минус тоже. Ну, да, я стараюсь. Потому что без этого не будет. У меня есть дерево свое, которое там, я лажу иногда. Скала есть своя, ну, и так далее. На велосипеде езжу, там, зимой хожу на лыжах, там, по тайме. И, на самом деле, я, хоть я не был этим очевидцем, но, насколько я знаю, Петр там большинство людей обогнал, когда вы сходили в Малибус, а там были довольно-таки спортивные молодые ребята, вроде бы. Петр там дал форум некоторым. В общем, я, если честно, мы познакомились с Петром в первой зинке, и я, правда, пораженный, правда, восхищаюсь. Делал, что ты вот такой... Ну, вот интересный момент, когда вот восхождение на Эльбрус. То есть, с самого начала я там, мне было плохо, 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 там. И потом, перед вершиной этот, уже последние эти, там, 50 метров, мне стало так хорошо, что я не то, что восходился, я вознесся. То же самое, когда вот там на Памире я ходил, но тоже на 4-х чем-то плохо, на 5-х плохо, там, на 6-100 плохо, до 7 тысяч плохо, а потом, как бы, раз, и нормально. Да, эйфория такая, от победы, наверное. Нет, там не эйфория, я не знаю, там, как бы, последний этап, что-то такое, эйфория, это не то. Там немножко удовлетворение, что ты достиг, если ты, там, не с первого года зашел. А у тебя, твои первые попытки альбинизма, они были неудачными, да? То есть, ты куда-то там не вошел сначала? Нет, они были неудачными по причине бюрократического отношения со стороны погранцев, пограничных этих. Понятно, но, тем не менее, все равно ты пришел. Ты не вдруг зашел в скорую очередь? Нет, я зашел в 13-м неудачном, зашли в 15-м. А, ну... А до этого там съездил в Туиксу, в Алма-Ату, там, в Альплагерь, еще куда-то съездил. То есть, наработал себе минимум, там, что-то получил, какие-то знания, чтобы, вот, как бы, идти туда, куда захотел. Расскажи немного о своих планах, потому что ты уже был на Симметричник, на пиках Ленина, и на многих других сложных городах, я понимаю, успел ты за эти 6 лет сбегать туда. Какие планы у тебя, на мой взгляд? Ну, возможно, еще Симметричник. Ты планируешь восхождение на Симметричнике еще? И... Ты планируешь закрыть снежный бокс? Ну, все здравомыслящие альпинисты, ну, как бы, думают об этом. Да есть, плохо тот солдат, который не мечтает... Зайти на Аверезу. Зайти на Аверезу. Ну, я думаю, что общий посылок до видео должен быть понятен. Петр, мне кажется, доказывает на своем примере то, что не имеет значения, сколько вам лет, если вы действительно хотите заниматься чем-то интересным для себя. И давайте пожелаем Петру удачи в его амбициозных целях по закрытию снежного бокса и по посещению других часов и сложных вершин. Спасибо. Это очень круто, на самом деле. Петр, как мне кажется, действительно ломает стереотипы. Ну, а на этом пока. С вами был Александр Григорьев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok